На телеканале Нефтихим Новости в студии Алия Шигапова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о наиболее значимых событиях, которые произошли в Нижнекамске и не только. Будет интересно, вначале коротко о главном. Нижнекамск изменится до неузнаваемости. Несмотря на капризы погоды, нынешнее лето было традиционно жарким. На совещании руководителей города обсудили новые муниципальные, республиканские и федеральные проекты. Предупредить болезнь. Лучше ребенка профилактически привить, чем потом лечить последствия. В дошкольное учреждение поступила первая партия вакцины против гриппа. Лучший механизатор получил кубок. Сегодня мы врущаем вам, если на первое, второе, третье места. В Нижнекамском районе наградили первых комбайнеров-тысячников. Волки против тигров. Первое ледовое противостояние нового сезона КХЛ состоялось на Нижнекамской арене. Многие горожане уже успели заметить, Нижнекамск постоянно меняется к лучшему. Особенно значимыми выдались в последние годы. Прошлым летом было реализовано множество проектов, которые повлияли на качество жизни. Отремонтировано более сотни дворов, построено несколько новых площадок для отдыха, произведена реконструкция памятников. Этот год для Нижнекамска не менее значимый. Свой полувековой юбилей отмечает городообразующая компания Нижнекамск-Нефтехим. О том, какие изменения ждут нас в ближайшее время, говорили накануне на совещании в Доме Советов. По словам Айдара Медшина, лето в Нижнекамске в этом году выдалось жарким. На события, а не по погоде. В городе реализуется около 30 программ различного назначения. Одна из важнейших – ремонт больниц. Из республиканского бюджета на эти цели выделено около 330 миллионов рублей. Причем внимание уделяется не только условиям, в которых будут лечить горожан, но и людям, которые занимаются этой работой. По республиканским программам жилье уже получили 30 врачей, приехавших к нам из других регионов страны. Не менее масштабные работы ведутся во дворах. До конца года приведут в порядок около 40 придомовых территорий, включая четырех танкистов. Под таким названием «Горожанам» известны дома на улице Юности. Тут реализуется муниципальный проект «Наш двор», который обещает в будущем распространиться по всему городу. Есть и программа, которая отвечает за развитие садоводческих обществ. Из бюджета республики выделено 75 миллионов рублей. Данные средства направлены на четыре вида работ. Ремонт дорог, водоснабжение, строительство новых площадок ТБО и вопросов электроснабжения. Данная программа охватывает более 21 тысячи наших садоводческих участков. В Нижнекамске проживают представители более 50 национальностей. Отношения между ними стремятся к гармонии. Ярким примером народного единства стал Сабантуй, собравший более 32 тысяч гостей. Большую популярность приобретают и сельские праздники. Айдар Медшин пообещал поддержку фермерским хозяйствам. Он обозначил стоящие перед сельчанами задачи. На сегодняшний день обмолочено 45 процентов площадей. На молот составил 43 тысячи тонн зерна. Урожайность по району составляет более 34 центнеров с гектара. Пожалуй, важнейшее событие этого года – 50-летие компании Нижнекамск-Нефтехим. К своему юбилею городообразующее предприятие, по словам мэра, преподнесет городу немало подарков. Капитальный ремонт Соболековской трассы, Безвозмездная передача муниципалитету Дома народного творчества с выделением 60 миллионов рублей на ремонтные работы, выделение средств в размере 60 миллионов рублей на реконструкцию площади Лимаева. И принято очень важное для города решение строительства школы и детского сада в 47-м микро-районе нашего города. Праздник состоится 8 сентября на всех площадках для отдыха, включая Майдан на Ильинке. Нижнекамск-Нефтехим и всех жителей города с 50-летием предприятия поздравят звезды российской эстрады «Глюкоза» Елена Темникова и группа «Би-2». Этот день в Нижнекамске будет выходным. Рушня Валеева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим». Этих героев обычно не знают в лицо, но именно они с года в год вносят свою лепту в национальный каравай. На днях наградили тех, кто делает нынешнюю жатву, проводя в поле весь световой день. Переходящий кубок вкупе с денежной премией получил Нижнекамский хлебороб Ильгиз Рахимов. Премией за второе место награжден Ильдус Мустафин. Оба работники Бахатле Агра. Обладателем бронзы стал Владимир Копанев из «Союз Агра». Поздравить механизаторов прямо в поле выехал специальный штаб во главе с руководителем из полкома Альфредом Нигмадзяновым и творческой бригадой. От рассвета до заката таков нелегкий хлеб комбайнера. Коллеги называют Ильгиза Рахимова настоящим асом уборочной. Он умеет оставить за машиной идеальный срез стеблей. За две недели с начала уборки золотой комбайнер намолотил с 322 гектаров 1300 тонн зерна. Опытный механизатор за рулем уже четверть века и кубок он выигрывает почти каждый год. Как показывает практика, личным рекордом способствуют дружеские отношения в экипаже. Всегда поддерживаем друг друга, помогаем, советуем. Все, как можем, поможем. Комбайнер признается, что собирать урожай в этом году все равно, что песню петь. Поля чистые, без сорняков, комбайн плывет по ровному полотну Нивы, как корабль. Не застревает и не ломается. Раз выехал уже пуля, сел за штурвал уже, у тебя азарт такой получается, чтобы побольше работать. Вот на таком комбайне за один час можно намолотить примерно до 15 тонн зерна. Каждый механизатор это знает и ведет свой личный учет. И когда до заветных результатов остается совсем чуть-чуть, как признаются сами механизаторы, у них открывается второе дыхание. Хлеб стараются убрать, пока печет солнце. Даже температура воздуха, равная температуре тела, не охлаждает пыл хлеборобов. А все потому, что зерно при такой погоде не нуждается в сушке. Таким образом, хозяйство ежедневно существенно экономит. Все силы брошены на сбор урожая. Жатва уже приближается к экватору. Собрана почти половина всеуборочной площади. Урожайность идет 34,5 сетнеров урожая. Значит, с одного гектара давно такого урожая, как бы уже последние 5-6 лет точно не было уже. Я думаю, вот при такой, слава богу, пока погода, хорошая погода стоит, я бы сказал, для наших хлеборобов. Поэтому, дай бог, в ближайшие дни заканчивает хотя бы озимые культура, гору и ясминя. С поля зерно идет на первичную очистку, а после на элеватор. Он одновременно выполняет несколько задач – взвешивает, выгружает и сушит. Зерно, вот сырое зерно, грузим на трактора, вот на этой погрузке и отправляем, загружаем на сушилку, на сушилку. В день, наверное, получается 150-200 тонн зерна, вот так. Сегодня, параллельно сбору зерновых, в хозяйствах идет кормозаготовка. Общей надоей – почти 80 тонн молока. Только одна корова дает более 15 килограммов. Зимовка у скотины должна быть хорошей, кормить ее нужно качественно. Сегодня приступили к посеву озимых пшеницы и ржи. Ими ежегодно засеивают 8 тысяч гектаров нижнекамских полей. Аграрии говорят, что все работы нужно закончить до дождей, а вот после они будут как раз кстати. Есть общеизвестная народная мудрость – один в поле не воин. Но эту фразу можно скорректировать. И один в поле воин, если он крепко скроен. Эти слова по праву можно применить героям нынешней жатвы – комбайнерам. Благодаря их нелегкому труду, запасы Родины продолжает литься с золота полей. Регина Нурмухаметова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Стоит на улице немного похолодать, как резко увеличивается количество заболевших. Одни усиленно лечатся таблетками и народными средствами, другие вовсе предпочитают не обращать на вирус никакого внимания и переносить болезнь на ногах. А это, как известно, чревато осложнениями. Уже многие годы врачи рекомендуют проводить своевременную профилактику. Тогда и лечиться не придется. Как правило, прививать население начинают до наступления эпидемии. В Нижнекамске началась вакцинация от гриппа. В первую очередь прививки начали делать воспитанникам детских садов. В дошкольное учреждение города уже доставлена первая партия препарата под названием «Совий грипп». Вакцину сразу же раздали по детским садам. Сейчас, в данный момент, ведется работа нашими медицинскими работниками. А в сегодняшний день у нас привито где-то около 600 детей. Следует отметить, что вакцина не полностью защищает организм от заболевания. Но благодаря ей грипп протекает в более легкой форме. Также исключается и осложнение. Препарат «Совий грипп» абсолютно бесплатный. Малышей, которые не посещают детские сады, можно привить в городских поликлиниках, обратившись к участковому педиатру. В августе мы получили вакцину «Совий грипп». Мы получили 3690 доз. Эта вакцина как раз предназначена для детей раннего возраста, то есть до 6 лет. Перед тем, как начать вакцинацию, по правилам, медицинскому персоналу необходимо получить разрешение от родителей в письменной форме. Помимо этого, существуют и другие важные нюансы. Какие-то, например, боли в настоящий момент, повышенная температура у него. Естественно, он до вакцинации не допускается. Откладывается, медотвод накладывается. И после окончания заболевания, значит, потом можно будет провести эту вакцину. Важно помнить, что для того, чтобы иммунитет сформировался, необходимо время. Если сделать прививку в период эпидемической заболеваемости, то она может не подействовать. И болезнь застанет малыша врасплох. Поэтому так важно все делать заранее. В осенний период, в преддверии сезона эпидемии, прививать будут и школьников. Следующая уже группа вакцины, так скажем, это ультрекс будет она с 6 до 18 лет. И начнем прививать уже детей школьного возраста. Скоро начнется вакцинация медиков и работников сферы обслуживания. Взрослое население уже в сентябре может обратиться к участковому педиатру. Эльвира Иларионова, Марина Чернышкова, телеканал Нефтихим. Что интересного и значимого произошло в республике? Об этом вы узнаете прямо сейчас из нашего экспресс-обзора. Деньги не пахнут. Уже в октябре этого года в кошельках россиян зашуршат новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей. Они выйдут уже с использованием полимеров. Бумагу покроют специальным лаком. Об этом сообщает Центробанк России. Все делается с целью повышения защиты. Ряд купюр не обновляли уже более 10 лет. Напомним, что по результатам голосования на банкнотах будут изображены достопримечательности Севастополя и Дальнего Востока. Жить по европейским стандартам. С начала следующего года в Татарстане официально вводят раздельный сбор мусора. Согласно постановлению, жители республики должны будут поменять свои привычки и в обязательном порядке начать утилизировать бытовые отходы. Татарстан вводит новшества. Одним из первых в стране будет внедряться дуальный сбор. Данный способ подразумевает разделение мусора на пищевой и сортируемый картон, макулатуру, пэт-бутылки, стекло и алюминиевые банки. Заметные траты. Банки обяжут сообщать клиентам о балансе после каждой операции с картой. Автором инициативы стал глава комитета Нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Акзаков. Документ уже поддержал Банк России. Такая идея появилась в рамках борьбы с закредитованностью населения. Дело в том, что нередко люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты и попадают в кредитную кабалу. Программу продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Спас из заточения в Нижнекамске в лифте дома номер 17 по улице Менделеева застряла женщина. Ее сын решил не прибегать к помощи экстренных служб и самостоятельно вызволить мать. Он разрезал дверь лифта болгаркой. Но его старания казались напрасными. Жительницу дома освободили лифтеры. Своими действиями решительный мужчина нанес немалый материальный ущерб коммунальщикам. Сотрудники обслуживающей компании написали заявление в полицию. Забытый друг. Полиция установила личность мужчины, который повесился на веранде в детском саду. Им оказался 28-летний уроженец Ижевска. В Нижнекамск молодого человека привело желание заработать. Он приехал вместе с друзьями. Молодые люди решили отдохнуть не без алкоголя. Во время веселья погибший покинул компанию и отправился на прогулку. Товарищи не сразу заметили его отсутствие. Спустя пару дней они обратились в полицию. Напомним, мужчина повесился на шнурке. Что стало причиной суицида, пока неизвестно. Удар по правоохранительным органам. В Нижнекамском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении женщины, которая нанесла несколько ударов шариковой ручкой в лицо сотруднику полиции. Пару месяцев назад ночью экипаж патрульной службы выехал на вызов. В полицию обратились жильцы одного из домов. Они жаловались на громкую музыку у соседей. По прибытию экипажа нетрезвый мужчина стал нецензурно выражаться в адрес сотрудников. Защитники правопорядка решили доставить девушировать деление. Но на защиту встала жена. Она шариковой ручкой несколько раз ткнула полицейскому в лицо. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пришло время поговорить о том, что значимого произошло на производственных площадках компании Нижнекамскнефтехим. Сразу после этого мы продолжим рассказывать о новостях города. Оставайтесь с нами, будет интересно. На заводе СК Нижнекамскнефтехима получена 4-х миллионная тонна изопрена. Именно этот углеводород – важнейшее сырье в процессе получения синтетического каучука. Итоги работы за 7 месяцев самого большого подразделения компании, где и случилось знаковое событие, а также технического управления, подвели на совещании директорского корпуса. Подробности в сюжете. Консолидировать усилия, работать как один большой механизм. Такую задачу для руководителей подразделений акционерного общества ставит генеральный директор Нижнекамскнефтехима Азадбек Мурзин. В первую очередь это необходимо для более эффективной деятельности всего предприятия. Я вот дал указание, чтобы директора заводов, начальники управления знали, в кратчайшие сроки провести всю ревизию по всем заводам, где на складах скопилось огромное количество материалов, оборудования. И, соответственно, на основе этой ревизии передать все на центральные склады. В структуре себестоимости продукции завода синтетического каучука затраты на сырье достигают 70%. Остальная часть – расходы на вспомогательные материалы и энергетику. В течение всего года здесь внедряют множество мероприятий и рациональных предложений, направленных на снижение затрат. Это положительно сказывается на качестве продукции и помогает значительно экономить ресурсы. Всего по общей выработке каучков 291 302 тонны, или на 24 215 тонн больше. Прирост 9,1%. По производству изопрена-мономера выработано 59 861 тонны, прирост составил 5 857 тонн. Контроль и, соответственно, снижение расходных норм на всех производствах под надзором техуправления Нижнекамск-Нефтехима. Превышение установленных показателей чревато дополнительными затратами. Поэтому здесь ежесуточно держат руку на пульсе. Разработано 34 мероприятия, которые позволят снизить нормы расхода на 43 вида сырья. В настоящее время внедрено 24 мероприятия. 10 мероприятий находятся в стадии выполнения с неистекшими сроками исполнения. Разработка обновленных стандартов, регламентов и спецификаций – все это в ведении технического управления. Кропотливая, подчас детальная, но такая необходимая для всего предприятия работа. Внутренние, а также независимые аудиты – не просто проверка. Это тест на соответствие условий труда и производства международным стандартам. Именно они и являются оценкой и знаком качества работы компании. Действительно, объем пласта работы, который производится по нормативной документации, по сходным нормам, по контролю, по анализу – это нужно продолжать. Здесь нужно успевать, так как меняем структуры, меняем, скажем так, какие-то функции. Здесь необходимо именно это успевать и делать. Поэтому этим нужно заниматься всегда. Техническое управление – инициатор испытания продукции в международных лабораториях. Рекомендации, выданные там, – это еще одна ступень по улучшению качества. Это подтверждается и извне. Три продукта «Нижнекамскнефтехима», выставленные на республиканский этап конкурса «100 лучших товаров и услуг России» с успехом прошли на федеральный уровень. В компании «Нижнекамскнефтехим» все производства связаны и зависят друг от друга. Работа одного завода сказывается на функционале другого. Регулярные модернизации и реконструкции – эти мероприятия влияют на деятельность всей компании в целом. Предприятие непрерывно развивается. Так, например, на заводе «Изопрена-мономера», продукцию которого используют другие подразделения, сейчас идут работы по капитальному ремонту и наращению мощности. Сегодня здесь не слышно привычного нефтехимиков гулоустановок. И это неудивительно. Вот уже неделю на заводе продолжаются работы по капитальному ремонту всего подразделения. Выполнить предстоит немало. Одна из самых трудоемких задач – чистка оборудования. Аппараты, емкости, тарелки и теплообменники очищают при помощи гидромонитора, водой под большим давлением. Регулярное проведение такой процедуры благоприятно отражается на окружающей среде. «Сокращаются, соответственно, у нас вредные выбросы, когда оборудование чистое. Сбросок меньших и грязных, соответственно, тоже для экологии. Помимо этого ведется и замена катализатора в реакторах. Дело тоже непростое и важное, и времени занимает очень много. В аппараты вещество загружают только во время капитальных ремонтов. По словам заводчан, сигналами для замены становится, так сказать, пробег катализатора и норма расхода. В реакторах его обновляют ежегодно. Вес каждого мешка – примерно 500 килограммов. Без подъемного крана не обойтись. В среднем на каждую установку приходится по 7 тонн. И это еще не все работы. У нас идет замена оборудования. Помимо нашего 808-го цеха, у нас меняются аппараты на ИФ-9. Два крупных аппарата меняем. Два теплообменника. Т-63, 5-й у нас идет. Вакуумный теплообменник, 182-й меняется. Это большие трудовые затраты, потому что очень тяжело его оттуда демонтировать, установить новый теплообменник. И такие короткие сроки». Также заводчане занимаются и ревизией насосного оборудования, и модернизацией печей, и заменой арматур. Словом, на всей территории нет ни одного неохваченного места. «Ремонт, что у нас за год накопилось. Где-то трубы проходили, где-то сальники, арматуры. Все это меняет. Аппаратчики сейчас ходят, занимаются. В течение года ведется журнал по замечаниям. Сейчас с ним ходят, устраняют». На этом участке при помощи специальных установок и аппаратов проходит выделение и очистка изопрена. Процесс очень сложный и значимый. Далее сырье используют для производства каучуков. Подразделение состоит из нескольких объектов и занимает обширную территорию. Помимо реконструкции, здесь проводят и модернизацию. Уже смонтировали новую колонну и площадки под нее. Предназначена она для дополнительной очистки изопрена от карбонильных соединений. И это далеко не все изменения. Печь, которая раньше занималась перегревом пара, теперь будет заниматься перегревом сырья. Для этой цели будут установлены два новых реактора. Их таким образом станет четыре. Все эти мероприятия входят в программу по наращению мощности. Рушиня Валеева, Артур Довлекаев, Телеканал «Нефтихим». Починка, чистка, обновление всех приборов и аппаратов – большой и значимый процесс. От качества проделанных работ зависит дальнейшая эффективность всего производства. Завод окиси этилена готовится к масштабному капитальному ремонту в цехе по выпуску этиленгликолии. Все подробности в нашем сюжете. Здесь выпуском этиленгликолии начали заниматься еще в начале 80-х. Сегодня эта продукция по-прежнему востребована и актуальна во всем мире. Однако веяние времени диктует свои правила. Поэтому завод с многолетней историей продолжает преображаться и обновляться. Яркое тому подтверждение – операторная, своеобразный мозговой центр цеха. Мы вот наконец-то перевели систему управления, производство на новую компьютерную систему управления. Поэтому из операторной демонтировали старые пневматические щиты, систему управления центром. Все приборы убрали, щиты убрали, пульты убрали. Поэтому возникла необходимость также проведения ремонта, капитального ремонта операторной. В помещении установили окна, идет замена плитки и потолка. Совсем скоро операторная преобразится до неузнаваемости. Кроме того, что это удобно и приятно для персонала цеха, можно с уверенностью сказать, после установки компьютерного управления корректировать и отслеживать весь процесс производства стало гораздо проще. Однако расслабляться некогда. Сейчас у аппаратчиков и руководства цеха горячая пора. Они готовятся к большому капитальному ремонту производства этиленгликолей. Да, есть журнал дефектов. Туда это все вносится, заносится. И во время капитального ремонта уже будет все чиниться, исправляться, меняться. Где-то прокладочки поменять, где-то арматуры поменять, что-то отревизировать, что-то отремонтировать. То есть сейчас идет накопление работы. И в капитальный ремонт уже будем их все ремонтировать. Уже к середине сентября все эти установки заполнятся рабочими и техникой. Запланирована тотальная чистка оборудования, проверка испытания насосной техники, установка новых контрольно-измерительных приборов, а также замена ветхих участков трубопроводов. Стоит отметить, что теперь капитальный ремонт на производстве этиленгликолей проводится один раз в два года. Поэтому и подготовка особо тщательная. Качественно выполненные работы – залог бесперебойного функционирования всего подразделения. Евгения Патуржанская, Алия Шигапова, Айрат Мухаммедханов, Роман Мальцев, телеканал «Нефтихим». Городским новостям. В детском оздоровительном лагере «Юность» идет четвертая смена. В начале августа туда приехало 450 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Завершающий заезд отличается от предыдущих. Помимо 11 отрядов сейчас там отдыхают курсанты военно-патриотического клуба «Наследие». Чем занимаются юные бойцы, узнавал Айрат Салимов. Все как в армии. Подъем в 6.30, пробежка, рукопашный бой, плотный завтрак. Никакого телевизора и компьютеров. Самая юная участница – Лера. Девочке всего 8 лет. Несмотря на столь ранний возраст, наша героиня с легкостью справляется практически со всеми заданиями. Мне нравится все. Я очень люблю ходить по бабочке, по канатам. Ужатые очень хорошо рассказывают все. За время, проведенное в лагере, школьники обучаются действиям в чрезвычайных ситуациях, элементам самобороны, тактике ведения боя в лесном массиве. Помимо этого ребята разбирают и собирают оружие. Курсант Петров, сборка, сборка, автомат закончен. Практика показывает, ребята совсем не прочь заняться освоением техники скалолазания. Нравится школьникам и соревнования по ориентированию на местности, стрельбе из разного вида оружия. Самое сложное задание, как признаются отдыхающие лагеря «Юность» в смене «Остров мужества» – это поиск учебной мины. Ее нужно не только найти, но и обезвредить. Давай, проверил. Нету. Дети здесь приобретают и навыки строевой подготовки, а также вождению легкового автомобиля. В этом году в смене «Остров мужества» появилось новшество. Ребята учатся не только собирать миномет, но и запускать снаряд в правильном направлении. Дальность 250. Пристрелочный. Выстрел. В течение всей смены подростки встречаются с интересными людьми, боевыми офицерами, а самое главное – здесь они приобретают новых надежных друзей, с которыми, как говорится, можно и в огонь, и в воду. Я считаю, что все-таки это нужно проводить в дальнейшем. Такие смены у детей развивается чувство патриотизма к своей родине. Ну и, конечно же, мальчишки, все они наши будущие солдаты, будут служить в армии, а тут они морально подготовятся. Напомним, военно-патриотический клуб «Наследие» был создан в 2006 году благодаря содействию руководства Нижнекамск-Нефтехима совместно с Объединенной профсоюзной организацией и компанией. Сотрудники акционерного общества взяли на себя обязательство проводить работу, направленную на воспитание в подрастающем поколении, духа патриотизма и любви к родине. Айрат Салимов Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Звериный бой. Накануне состоялась первая встреча на Ледовой «Нефтехим» арене в рамках юбилейного 10-го сезона континентальной хоккейной лиги. Новоиспеченная стая волков, именно так теперь величают Нижнекамскую хоккейную дружину, приняла на своем льду Хабаровский Амур. Все подробности в сюжете. Трибуны арены заполнены, преданные болельщики Нижнекамского клуба наконец дождались старта сезона. Любители хоккея пришли поддержать обновленный состав «Нефтехимика». Первую игру Нижнекамской команде посчастливилось сыграть на родном льду. «Хотел бы пожелать удачи всем игрокам в хоккейной континентальной лиге, побед и самое главное, чтобы удача от вас не отвернулась. С наступившим сезоном!» «Пожелать нам всем хорошей, зрелищной игры, побольше шайб ворота соперника». Символический старт сезона, вбрасывание первой шайбы, эту миссию поручили почетному президенту «Нефтехимика» Владимиру Бусыгину. Первый период начался агрессивно. Как итог, четыре хабаровских игрока и один нижнекамец получили от судей штраф и удаление со льда. Тем не менее, реализовать преимущества и голевые моменты так и не удалось. Период завершился с нулевым счетом. «Первый матч сезона, и смотрели, как играл Нижнекамск на предсезонке. Этот турнир не особо много чего показывает, потому что идет подготовка». Однако игроки «Амора» зря недооценили соперника. Победы в предсезонных турнирах сыграли свою роль. И уже после первого перерыва нижнекамские волки ринулись в бой. Первая шайба попала ворота «Тигров» с легкой руки Павла Порядина. Пасовал Александр Овцин. «Первая игра, у всех волнение. Потом, вошли, забили гол. Игра такая активная, что у нас активная тактика, что у них. Поэтому интересная, много затраганная, сильная игра такая. Поэтому идет бой». Настрой нашей команды на настоящее ледовое сражение принес свои плоды. И в начале третьей 20-ти минутки «Нефтехимику» удалось удвоить преимущество. Автор очередного гола Олег Пиганович. Хабаровские «Тигры» пытались реализовать еще несколько хороших моментов. Однако ворота нижнекамцев под надежной защитой галкипера Ильи Ежова. Поэтому «Нефтехимик» завершил первый матч с сухим счетом. Итог встречи 2-0. «В целом, очень рад игрой, выигрышем. И, наверное, у нас сейчас 4 игры. Это, наверное, самый сильный противник из всех четверых матчей, в котором мы будем играть». Нижнекамские «Волки» после первой игры записали на свой счет 3 очка. И теперь ждут в гости «Адмирал» из Владивостока. Следующий матч состоится на «Нефтехим-арене» 24 августа. Алмазка Шаев, Олег Шигапов, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Напоминаю, что все наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим-медиа» – media.nknh.ru. Программу вела Алья Шигапова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Нефтехим-медиа»